Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналя и сегодня у нас обзор очень милый. Просто плюшевые, мяшные, няшные игрушки Paleo Pines. Эта игрушка симулятор фермы, но на которую вам придется пытаться развиваться и сажать, и вспахивать землю, да и вообще процветать, но только с помощью ваших верных друзей динозавриков. Эта игрушка на этом основана, что вы не сможете сделать ничего, если у вас нет динозавриков и не только какого-либо, но и определенного подвида. Так что это у нас демо, я очень долго ждала ее, следила за ее выходом и, о боже, какая же она классная. Раключение начинается. Добро пожаловать в Paleo Pines, тихий остров динозавров. Для начала создадим персонажа, выбирай что понравится. Другую одежду можно будет купить позже. О, это, персонаж, кстати, мне очень нравится. Я когда увидела демку, влюбилась в женских персонажей, да и мужские там тоже очень милые. А вот интересно, а почему? Тут несколько страниц цветов кожи. Вот это классно, это прям супер. А я не знаю, ну, наверное, я вот, наверное, я слишком светлая должна быть, потому что под меня темно. Давайте я буду вот просто вампир какой-то очередной. Нет, это слишком розовая. Вот такой вот. Так, цвет глаз. Карий. Цвет волос. О, темно-фиолетовый. Или вот такой вот сделать. Или вот такой. Не, хочу фиолетовый. Вот такой вот. Так, стрижка. Ага, смотрите, здесь, в принципе, нету разделений на пол персонажа. Просто вы создаете аватар за счет одежды и причесок. Это очень круто. Мне это нравится. Ой, блин. Такие классные персонажики. Ребята, мне очень нравится. Так, одежду можно поменять позже. Но я все-таки хочу создать персонажа прям вот, чтобы с нуля и надолго без изменений. Свитерочек такой, жилетчик, кофточек. Знаете, свитерочек, хотя сейчас мне лично жарко, но все же. Так, штанишки, бриджики. Ааа, какие пижамные штанишки. Жинтики. Я не знаю, что выбрать просто. А давайте вот эти вот штанишки. Хотя, мне прям так это все нравится. Я не знаю, меня видят. О, это этот. Из фантастических твари прям пиджачок идеально подойдет. Я не знаю, нет, пожалуй, все-таки свитер. И вот эти штанишки или джинсики. Не, я хочу джинсики. Я обожаю джинсики. Ааа, у нас есть костюмы целиковые сеты. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Это очень милый стиль, кстати. А давайте, нет, все-таки выбираем вот так вот. У нас ботиночки, сапожки. О, ботиночки и носочки. Ой, подожди, подожди, подожди. Тут, оказывается, кнопочками все это еще работает. Крутить можно только нажатием кнопок, клавиш вот этих вот. Так, ну все, подтвердить. Я все. Как тебя зовут? Меня зовут Даналия. Бабуля продает всевозможные семена. Открывай новую область, и ее ассортимент будет расти. Так. О, такой в стиле акварельки. Ааа, это нам показывает предысторию, как у нас появился наш первый динозаврик, вот с которым мы и начнем сейчас игру, я так понимаю. Вот этот вот... Прозауролов. По-моему, так. Он такой маленький. Какой хорошенький. Да, а потом он перестал уже вмещаться в квартиры, и он от этого очень глюстит. Его уже очень тяжело мыть. Да, и кровать уже на нем висит, мягко говоря. И тут нам приходит письмо о том, что, я так понимаю, нам достается какое-то наследственное ранчо, мы собираем вещи и уезжаем за город. Ой, как все, все так мило. Мне нравится, что динозаврики, они как бы, когда малыши маленькие, здесь такие милашки, и когда вырастают, все равно остаются милашками. Вот мы и здесь, в Палео Пайнс. Эх, Лаки, здесь прямо как в моих мечтах. Да не говори. Ну, может, не совсем. В смысле, тут все немного запущено. Но ты права, мы проведем это место в порядок. Ну, это, я считаю, просто базовый курс. Удерживай правую кнопку мыши, чтобы спешиться. Аааа, елки, это сложно будет на мышку. Уф, тяжелый выдался денек, но мы справились. Молодец, Лаки. Нажми левую кнопку мыши, чтобы погладить на Лаки по носу. Аха. Вот, угощайся, ну и к нервненька проголодалась. Нажмите I, чтобы открыть инвентарь. Так, это мы запомним. Сочный Паппинс. Пробудет аппетит. Так, и чего? А, просто нажать надо. Нажмите опять левую кнопку мыши, чтобы угостить Лаки. Как это все красиво выглядит. Прям, ну, по оформлению. Прости, малышка, это было последнее. Это не у меня такой аппетит. Прямещайся с помощью клавиш V, A, S, D. И смотри по сторонам с помощью мышки. Что нашла, Лаки? О, как уютно. Прямо как твое прежнее место для сна. Смотри, даже камень Греус есть. Пора и мне подыскать место для сна. Спокойной ночи, Лаки. Да, очень красивая игрушка. И... Ой-ой, что-то упало перед лестницей. Может, Лаки выручит? Мне это не поднять. Надеюсь, Лаки еще не спит. Ага. В общем, мне очень-очень нравится. Прости, Лаки, я знаю, что ты устала, но без твоей помощи я не смогу добраться до своего спального места. Это ненадолго, обещаю. Подойди к Лаке и заберись на нее, удерживая левую кнопку мыши. Так, и как это убрать? Нажми левую кнопку мыши, чтобы убрать мусор. Вот, говорю, что расплюнуть. Вот, да, об этом я и говорила, что у нас динозаврики здесь, они... Ой-ой, тяжело, тяжело в управлении. Они... Спокойной ночи, Лаки, теперь точно пора спать. Они, каждый вид, смогут делать разные вещи. Вот сейчас вот пара, буду сокращать пара. Он, я так понимаю, частично универсальный, по большей части, но все равно вот такие вот для базовых проблем и действий. А вот, к примеру, я знаю, чтобы разбить камушки, вот эти вот камушки с трещинами, вы их видите, да, нам понадобится 30 ратоп. Подойди к лестнице и нажмите левую кнопку мыши, чтобы лечь спать. Так, журнал сохранит прогресс и кровать начать новый день. Пойди спать. Ой, боже мой, это очень мило. Эта игра прям вызывает у меня передоз мимимишности, всякой няшности, а я еще и динозавриков с детства люблю. Но персонажи мне прям очень сильно нравятся. С добрым утром, Лаки. Пора сообразить завтрак. О, добрый день. Вот это неожиданность. Ух ты. Другие динозаврики. Смотри, Оуэн, иногда стоит довериться следам, чтобы видеть нечто любопытное. Чешуйки мои. Мари, ты же это видишь. А, ты тоже это видишь? Вижу, но мне кажется, пора потерять глазенки. Это настоящий паразер уролов. Ее зовут Лаки. Какая красавица. Видишь, а я говорила, когда я впервые заметила следы, то сразу захотела побежать по ним, но вместо этого я сказала себе, Мари, ты не можешь уйти без Оуэна, даже если он будет собираться целый час. Ха-ха, и вовсе не час. Ты прав, скорее два. Подготовка очень важна. Нус, приятно познакомиться с тобой и твоим паразер уроловом. Знаешь, мы их не видели уже... Вообще-то никогда мы их не видели. А мне казалось... Ой-ой, надеюсь, наблюдение за стадами паразер уролов полиопанс не входило в твои планы. Так, спокойно. Они явно где-то водятся, правильно? По крайней мере, мы думаем, что водятся. Мари, ты же видела следы? Да, но только их и видела. Следы появляются время от времени, а значит, динозавры должны быть где-то рядом. Мне нравится, что во время диалога про паразауроловов у нашей Лаки разные такие эмоции всплывали. Представляешь, настоящая паразауролов будет жить прямо здесь, в изумрудной долине. Стой, ты же планируешь здесь остаться? Тысячу раз, да. Ура, новые соседи! У тебя с собой есть что-нибудь достойное для новоселья? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ оно произошло. Поверь, если держишь раньше, приходится помнить об очень многом. Но если все записывать, то ничто никогда не забудется. Вообще-то, дельный совет. А у меня тоже кое-что есть для тебя. Пачка еды для травоядных? Ага. Я взяла только ее. Да и пара зуролуфу не мешает подкрепиться. Журнал ведь несъедобный? Я бы не был так уверен. Это лучшая еда для травоядных, которые можно купить за ракушки. Прямо из молочи и безделушек Корлана. Если будет нужен корм или еще что-то, отправляйся в мощеный базар. На мощеный базар. Он недалеко. И там есть все необходимое. И еще обязательно познакомься с Марло. Он поможет с чем угодно. Починит и забор, и вообще все ранчо. Ован, думай, что говоришь. А чего, глянь же, столько ремонтировать. Пора нам уходить. Извини за Оуна. Что? Да что я такого сказал? Надеюсь, еще увидимся. И удача с ремонтом. Добавлено задание, пора обустраиваться. Да, удачи. И поверь, этот журнал станет твоим лучшим другом. То есть вторым лучшим другом. Пока. Мне нравится, что здесь учитывается мнение динозавриков. Так, нам добавили заданий. Ага. Чтобы посмотреть журнал, сжми G. Ага. Смотрите, здесь нам показывается, что сегодня, какое время, утро, день, вечер, ночь, время года. Триосея, это, видимо, какой вид растительности сейчас лучше всего будет произрастать у нас на участке. И какая погода. Ой, еще целый календарь с праздниками разными. Мы их, правда, пока что не можем посмотреть. Они просто отображаются картинками. И будут уже целиком полностью описываться нам именно в день того самого мероприятия. Так, ежедневный у нас уход. Лаки нуждается в уходе. Показывается, сколько у нас динозавров, помощники, сколько друзей и обитателей. Ага. Так, а это наша анкетка. Лаки. Грустный помощник. Так, паразов. Небесный синий. Очень редкий. Энергия. Об уходе. Есть загон. Есть большой камень вез. Есть еда. Чистый загон. И тут какая-то заметочка можно будет дописывать. Я не знаю, что можно. Но пока что так. Выполнены. И, в принципе, наше задание пишет, сколько активных и сколько выполненных. А вот, в принципе, и календарь на весь. Вот, да, на весь месяц. День пробуждения Оуэн. Это день рождения, наверное. День пробуждения Мари. Теосейский пикник. И причудень. Ну что ж, мне очень нравится. А, это два месяца здесь у нас. По 21 день. Или это месяц у нас такие? Треосея, Еросеус. Очень интересно. Так, ну ладно. Давайте перейдем к заданиям. Положи еду в кормушку Лаки, сходи на мощный базар, купи еду для травоядных у Корлана? Корлана? Не знаю. И поговорить с Марлом. Так, загадка про Розуров. Найди про Розуров и спроси, что он знает о них. А, есть еще четыре неизвестных задания, но я уверена, что да, вот знакомство с местными. Ну что ж. Подойди к кормушке Лаки. Да, мне еще очень прям приятно, что динозаврик показывает нам, куда нужно идти. Нажми левую кнопку мыши, чтобы использовать кормушку. Так, переместить нажатием корм. Нажми правую кнопку мыши, чтобы перестать использовать кормушку. Так, ну что ж. Это очень классно. Что у нас еще по заданиям? Сходи на мощный базар. Ну давай. Так, я так понимаю, я поеду на тебе же верхом, да? Ой, надо было нажать и держать. Вот это очень тяжело, очень долго, но у нас, в принципе, есть подсказки в правом нижнем углу. А это мы можем... Нет, я не буду. Я не буду здесь ничего убирать, пока нету задания. Потому что всегда так, что когда вы проезжаете на заброшенную ферму, вам дадут обязательно наверняка задания по количеству, сколько надо всего убрать. Так, изумрудная роща покинута. Да, вот разные динозаврики, закрытые проходы, новые локации, растения. Ой, очень красиво. Там еще какие-то мешочки. Вы можете еще обратить внимание, что динозаврики бегают не только разных видов, но и разных расцветок. Некоторые бывают более редкие, другие более популярные. И, как вы видите, динозавры не просто бесцельно ходят. То есть, они обращают на нас внимание, и они нас могут испугаться, привыкать, по-моему, к нам. То есть, они, в принципе, обращают на нас внимание. Кто-то бежит сразу в рассыпную. Так, ага, а как мне вот это взять? Клевер. А, как, как? Джей? Я не знаю, как мне это взять. Давай слезем с динозаврка. Может быть. А, делай записи журнолом в руке, удерживая. А, я не знаю, как. Объясните мне, пожалуйста. Удерживаю в руке. А, колесиком мыши мы переключаем. У нас есть журнал, нет журнала, и есть какой-то мешочек. Так, ага. Ой, очень классно, очень классно, очень классно. Так, клевер у нас найден. Так, вкус. Непонятный какой-то вкус. Ладно. Сберемся. Так, не знаю, как. Так, а на тебя-то я сеть вообще-то хочу. Ага. Очень, очень долго мне придется ко всему этому привыкать. Но, это интересно. Так, я так понимаю, нам вот сюда. Ой, да-да, здесь уже какие-то маленькие динозаврыки. Мы их нервируем, они нас и боятся, и мы их нервируем все сразу. Ой, бабуля. Какая интересная. Ну, не стой же там. Разденуфрот, подойди и поздоровайся. А, ты налосила на том старом ранчо. Добро пожаловать на Палео Пайнс. Наконец-то это место просило прополки. Это место просило прополки, как воэрозавр арбузы. Я Агами, но все вокруг зовут меня просто бабуля. Я прям как знала. Ты, наверное, ищешь мощеный базар. Пойдем, бабуля, представим тебя... А, пойдем, бабуля, представить тебя новым соседям. Если ты не против, оставь динозавра здесь. На базаре много всякой всячины, и нашим хвостатым друзьям сложно удержаться удержаться от азарства. Чтобы не чешуей покрывается, это паразауролов? Последний раз я их видела в долине, когда была по колено Авера Раптуру. Чего это я? Я до сих пор ведь не выше колена Авера Раптура. Но я компенсирую прической и харизмой. О боже, низкий персонаж, который шутит за свой рост путем прически, это божественно, мне нравится. В общем, да, верховой динозавр должен остаться здесь, даже если она паразауролов. Бывает же. Да, я запомнила, как уже спешиваться. Прости, Лаки, я ненадолго, никуда не убегай. Сюда, поедем за мной. Ну что ж, это очень классно. Ой, там радужная мельница какая-то была. Мне очень нравятся интервьюшки, превьюшки, точнее, локации, что мы приехали в долину, нам показали долину, какие динозавры. Добро пожаловать на Мощеный Базар. Если у нас чего-то нет, значит, оно тебе не нужно. На самом деле, у нас чего только нет. То тебе просто не повезло. Ха, по крайней мере, пока не открою дорогу в Пятнистый лес. Но пока об этом не думай, у нас и без того полно всего. Мощеный Базар место встречи торговли. Если у тебя есть культура, семена, дровесина или камень, кто-нибудь из ребят обменяется с тобой своим добром. А еще можно выменять что угодно за ракушки, а не для нас своего рода валюта. Вот, возьми немного у меня. Вдруг что-то понравится. Но не трать все сразу. Так, теперь я проведу небольшую экскурсию. Вон там мой привалок. У меня есть любые семена для посева. От тыквы до ананаса. Ну, обычно есть. Сейчас в основном картофель да картофель. Боюсь, скудный урожай пошел. Я уже сказала, что дорога в пятнистый лес закрыта. Наверняка сказала. На холме обычно торгует пипин. Но не сегодня. Сегодня день выпечки. Пипин печет попинсы. Просто золото, а не пекарь. Только вот попинсы ну, сделаешь свои выводы. Вот что, приходи завтра и познакомься. Пипин тебе все расскажет и даже вкусно угостит. Ну, или просто угостит. Так, видишь мальца за мной? Это Корлан. Если еще что-то эдакое, сначала стоит зайти к нему. У Корлана есть все от цветов до цацок. Он не особо разговорчивый, но приятный. Да, и выбор у него богатый. А справа от меня Марло. Марло, подойди и поздоровайся. Какие милые персонажи. Я не могу просто. Мне прям так комфортно. Я таю. Марло, Дональя хочет начинать обустраиваться на старом ранчо в долине. Слышал. Прекрасное местечко. Приятно познакомиться. Марло наш лесник. Заботится о деревьях в округе. Но это не все. Принеси ему ветку или бревно, он сколотит что угодно. Мы зовем его гордость леса. Никто меня так не зовет, но признаю я рукастый. Если что-то понадобится, я попробую выручить, но без своих инструментов я могу далеко не все. Кстати о них. Бабуль, есть новости о дороге в пятнистый лес. Сама не проверяла, но такие новости быстро бы разнеслись. Ну, будем знакомы Донали. Слушай, раз ты проводишь порядок старо раньше, то тебе может пригодиться вот это. Лопата моты галейка. С новосельем тебя. Если корни прочны, плоды будут сочны. Милый Мэрло, да ты всех нас превосходишь в доброте и галантности. Хорошего дня. Говорю же, Мэрло дивный паренек, и его подарочки точно пригодятся. Когда у тебя будет время, я заскочу к тебе на раньше и покажу как их использовать. А теперь и я поскакала по делам. Приходи к моему прилавку и у меня может быть для тебя сюрприз. А, тоже будет, наверное. Такая бледная, прям как в жизни. Так, ну что же, очень-очень все интересненько. Давайте посмотрим, что здесь. Даналия, да? Я Корван. Приятно познакомиться. Ну что, покупаешь, продаешь, что интересует? Торговать? а я продавать что-то еще могу? Ага, у него это а-ля а-а-а, типа у него 5000 ракушек и вот он в зависимости от этой стоимости я что-то ему могу продавать? Наверное, да. Так, что это? Мука от не на рис сахар так дикий курс измородной долины стоит 120 не только 250 так но пока что мы у него закупимся только кормом я думаю штучки 2 подтвердить может быть был бы лучше куст но я не знаю это так трава куст постоянен и с него можно будет собирать листву или нет морковка есть зеленый лук 1 звездочный так но кусты я лучше приду куплю когда у меня будет примеру 500 монеток если что всегда обращайся да хорошо мы запомнили это так так а теперь нам нужны семена наверняка точнее ну понятно что нужно семена а вот и я дай-ка я тебя поздравлю с новосельем в изумрудной долине держи это семена моркови не густо но все лучше чем отворот поворот а вообще я все жду когда кто-нибудь откроет дорогу к моему дому мой сад погоди уже в запустении что-нибудь заинтересовало да мы просто посмотрим что у тебя есть вот так вот есть семена моркови у тебя картофель у тебя есть семена зеленого лука начнем наверное пока с морковь не прощаемся золотца так ну и давайте заглянем в магазин марла примет донали рад снова тебя видеть надеюсь обустраиваешься без проблем чем могу помочь а есть заказ есть торговать значит у него есть деревянный веревочный забор деревянные ворота и малая кормушка но стоит это все прилично у нас пока тоже средств на это все нет только рад ну давайте посмотрим мне нравится фонтанчик с динозавриком он гениально нравится а еще нравится что везде такие очень простые текстуры что камень тут вот так лежит не плотненько мне прям очень все это нравится и атмосфера приятная там вот место для отдыха еще чей-то сад ферма домики я надеюсь что тут потом появится мультиплеер с друзьями было бы классно так тут закрыто это пока что возможно только только чисто внешка но да никаких действий у нас с воротами здесь нету так вот тут какие-то вещички стоят может быть потом магазин одежды будет вообще очень интересно уютно так но мы здесь закончили поэтому предлагаю возвращаться на наше ранчо но хотя бы для начала просто вернуться к лаки данная подожди я не бывал на старом раньше уже несколько лет но насколько знаю ну скажем так ему не помешает капитальный ремонт и не хочу хвастать но в наших краях я главный специалист по ремонту давай провожу тебя до дома и посмотрю что можно быстренько починить идет да давай поможешь посмотреть что и как там можно сделать ой загрузочный экран мне так нравится тут столько деталей мне еще все нравится о прибежала посадить бежит в холлаке их старое местечко сколько воспоминаний мне немного совестлива что я его запустил раньше она выглядела совершенно по-другому но не будем тосковать о прошлом нас ждет настоящее посмотрим получится ли вновь оживить это место и так если не знаешь чего начать выберем посильную задачу может начнешь с райского уголка для лаки дай-ка посмотри присмотрюсь а пока попробуй поискать в округе старые столбы для забора ладно ну давай мы это сами можем собрать или с помощью лаки подойди к столбу для забора и подними его удерживая правую кнопку лишь хорошо я так понимаю мы сейчас старое все соберем что есть целое и достроим в новое очень управление тяжелое для меня так где еще или это все по моему это все заборчики я не вижу а еще очень классно что вот далеко все видишь у себя на участке это что почтовый ящик подожди это почтовый ящик сначала нужно доставить загон для лаки или это сундучок какой-то или так и навязь не знаю что это но если это почтовый ящик то смотрится очень суперски места кстати много и там проход завален теперь достаточно теперь встань сюда и посмотри получится ли вытащить один из найденных столбов возьми стол для забора в инвентаре журнал так нажми левую кнопку мыши чтобы перейти в режим планировки так может начнем отсюда булыжник мешает и пока с этим ничего не сделаешь мы не можем его обойти перемести столб забора в указанное место и нажми левую кнопку мыши чтобы его поставить а надо клавиши использовать а тут квадратик мы все видите да квадратик очень красиво может еще один столб с той стороны ой очень странный загон получается тебе не кажется марлу вот теперь это похоже на загон доделаем до конца как я туда входить то буду великолепно остался финальный штрих каждому загону нужны ворота так возьми ворота и перейди в режим планировки нам дали бесплатные ворота какое счастье так а получается мы ворота ставим чтобы повернуть ворота используя колесу мыши а вот то есть получается нам нужно не делать дырку забора и ставить ворота а вначале как бы построить забор и в этом заборе поставить ворота только почему-то он не хочет ставится почему а вот так а а нам что взамен вернули вот эти вот столбы так дорожище получился достойный загон задача выполнена твой чудесный динозавр не согласится оценить нашу работу если лаки довольны значит мы справились кстати не обязательно оставлять этот загон на одном и том же месте можешь перемещать его куда угодно по участку все легче чем булыжники таскать ведь если бы мы могли передвигать булыжники я бы уже был у себя дома эх ну мне пора если что понадобится только свистни и я подсоблю пока даналия пока лаки так выполнено задание пора обустраиваться теперь у нас что по заданию мы не познакомились с каким-то одним персонажем но возможно это будет позже дорога в пятнистый лес и следу дорогу найди проразу волос почему он что знает проразу волос а ну я предлагаю маки у ты у нас как по состоянию что-то будет так мило я про него ну так за что у нас лаки 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 энергия 40 все у нее хорошо радостный помощник в зависимости от ее настроение у нее меняется как бы прозвище радостный помощник мы все сделали он на довольны и побежал побежал так вот только интересно вот эти все мелочи она сможет убрать или нет так а то что а это перемещайте большое место для сна долина но пока пусть так поставить лайки ты мне нужна чтобы проверить одну легенду один миф точнее ты можешь это убрать можешь ты можешь это все убирать это что такое так лежит это седло просто так валяющийся седло убираем убираем и назад тут еще до мусор давай лаки копай у тебя возьму так а это а это что это куда тихо а я то есть принципе я могу вообще тут все сейчас навести порядок но этого делать не буду это не интересно так слезаю с тебя это седло все-таки седло а что тебе не нравится у тебя места в интернет тебя но есть почему-то не хочешь взять седло если ничего не происходит это очень странно ну да ладно пойдем посмотрим нет солны а это еще что не вся наша ферма там вон еще кусок там дальше ого посмотрите сколько дерева какой динозавр интересно будет убирать все эти гиргантские коряги вот это да прудик у нас тут еще есть маленький мы не можем по нему правда ходить наверное так пойдем в долину познакомимся с каким-нибудь динозавром новым вообще хочу три цараптуса они такие милашки это по-моему вторая или вообще первая моделька который была известна в этой игре так так понятно ты меня пока боишься есть ягодки есть ягодки поэтому я слезаю с лайки беру журнал а у нас теперь вот так держу на кожу но так понятно теперь мы записываем вот это анимации правда почему-то не появилась а надо нажать и держать все забыла так клюква а и что сажать можно дней до созревания 9 только в одно время года 50 ягод одна порция посадка с лопатой удобрение расход ароматный срочно а вот я видел у меня лопату было в руках я могу это выкопать и не могу это выкопать а как мне и как ну ладно ладно ой 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 не додержала не додержала подожди а вот еще у нас камушек есть подожди верни мне журнал так ведьмин круг тут есть ведьмин круг класс так понятно а меня не вкусно и что-нибудь для танцерапаса есть нет не только корм цветочки и и семена лук нет ничего такого чем можно было бы его угостить поэтому наверное взаимодействий пока с ним никаких нет так лаки ты как-то стоишь тут наблюдаешь вот это ускорение это ускорение так там вон еще три цараптуса ходят еще есть какие-то растения но видите вот они прям издалека меня испугались и так это отъехали карта мы не смотрели карту а ух ты так мы сейчас вот в этой локации следовательно мы где наш дом вот этот наш дом тут пустыня есть джунгли ухты значит нам и сейчас вот в этом локации и подъезжаем к каменному мосту и заворачиваем направо потому что нам нужен овен а ну в принципе да а вот камушки камушки меня интересовали камушки с ними что-то можно сделать нет есть какая-то кирка нет лейка лопата но это для земли лопатой нет или у меня просто нет динозавра который мог бы это сделать лаки не может этот камень двигать с ним ничего не можете а так это указатель так ну ладно пойдем погуляем выполним хотя бы одну часть задания то что вот нужно поговорить с овеном пока по дорожкам покатаемся ну классно мне очень нравится локации на самом деле одновременно вроде бы небольшие но за счет вот этого разнообразия всего того что здесь есть они выглядят очень что еда для травоядных что еда для травоядных я забыла где задание исследую дорогу это пятнистый лес лаки это голодная радостная энергия опыт да вроде бы пока кушать нигде не показывает что хочет значит пока все нормально так стоп я пропустила поворот да мне нужно было вот вот туда это так смешно оуэн ты здесь живешь да да вон он оуэн так лаки ты остаешься здесь на всякий случай я боюсь я тебя потом оттуда не выведу о привет еще раз добро пожаловать в мою обитель не обращай внимание на бардак не ждала сегодня гостей какой бардак ой ну будет тебе как в новом доме уже строишь планы пока нет что как это нет пункт номер один в любом плане придумать план иногда я даже к следующему пункту не перехожу а день все равно прожит не зря я буду рад с тобой повидаться может еще встретимся на мощеном базаре если конечно я допишу список дел у тебя задание просто пузыречек такой о привет даналия сейчас подойду я почти закончила огромную статью о рационе в аэрозавров если не дописать сразу вот и все благодарю за ожидания было обидно потерять мысль о динозавров конечно и так написано немало трудов однако крайне важно фиксировать как можно больше сведений хотелось бы почитать твои заметки правда мы с мари хотели бы опубликовать результаты наших изысканий к сожалению как и в случае с большинством моих проектов я не могу остановиться послушай это так мысль вслух но тайна паразуроловов может стать кульминацией моего труда если бы у справочников была кульминация конечно на мой взгляд так и есть не волнуйся должны быть и другие паразуров кроме лаки хотя все доказательства следительствуют об обратном ой не стоит переживать у меня есть угощение которое точно подбодрит как насчет манго она никогда не ела манго к сожалению у меня есть данные только о рационе динозавров может бабуля поделиться информацией она ведь живет здесь дольше всех но как я уже сказала это просто мысль вслух у тебя наверняка много дел не буду задерживать лаки тебе тут манго передали кушаешь манго тебе понравится ей понравилось она довольна это хорошо садимся вверхом я путаюсь в кнопках поэтому хорошо что существуют подсказки так а нам куда надо вот на эту дорогу лес ну давай посмотрим что по заданию у нас по заданию спроси бабули агамя 5 Yosh ! а нам нужно просто всех щас расспросить допросить но я хочу в начале доехать до леса уж больно карта красиво прям очень красиво нравится ууууууууу Смотрите вот там другой вид динозавриков бегает но это не велосип cad я не знаю кто это Но у меня нет для них угощений, поэтому мне нет смысла туда бежать. Так, вроде бы сюда. И сейчас так знаете, да, что чисто случайно натыкается на паразауроловов. Midday. Что это значит? Немножко побегаем по полям. Тут такая приятная атмосфера, я не могу. Так, вот сюда, да? О нет, кажется, дорога перекрыта. Наверное, бабуля и Марла говорили про этот булыжник. Хм, не думаю, что сейчас получится пройти мимо этого булыжника. Прости, Лаки. Да, да, не получится. И нам нужно как-то приучить Трецераптуса, чтобы он разбил этот булыжник. Опа, зеленый. А тут еще есть кто-то? Или ты вообще один? Ух ты. А у меня ничего нет, я манго скормила Лаки. Смотрите, тут еще есть место для наблюдений. Какой-то стол. Исследование. А, нет, вот там еще есть, но... А, два зеленых. Интересно как. Так, стол с ним ничего сделать нельзя. Тут тоже пока ничего сделать нельзя. Наверняка всему свое время, и я, как всегда, переживаю события. Я не смотрела, кстати, другие демки, то есть других людей. Так, ага, зелень. А, оно просто подбирается, или ты его съела? По-моему, мы его собрали. Такие прикольненькие. Интересненькие. Классно. Там седло... Нет, это не седло, там древесина валяется. А мы через речку можем переходить, нет? Нет. То есть река здесь, это прям отдельный вид искусства. Мы не можем его трогать, мы можем его только лицезреть. Так, ну получается у нас, что по заданию? Да, мы исследуем дорогу, убери булочник. То есть, смотрите, у нас есть задание убрать, но пока нету никакой подсказки, как это сделать. То есть я думаю, что просто постепенно список будет добавляться, и в какой-то момент нам выпадет задание, что нужно будет приучить динозавра. Ой. А, все, динозавр автоматически остается там. Интересно. Так, бабуля, поговорим с бабулей. Ух ты, кто заглянул на огонек? Чем могу помочь? Поговорить. Как спится на новом ранчо, Золото? Марии стоит раскошелиться на постельное белье получше. Скучаю по родным пенатам. Чем скорее откроется дорога в пятнистый лес, тем лучше. Вы, Слаки, явно любите приключения. Пятнистый лес вам понравится. А паразоров там есть? Паразавров ищите? Значит. Сама-то я их не видела. Во, паразавры. Буду их так называть. Но моя семья живет здесь уже много-много поколений. Знаешь что? Может в доме найдется то, что поможет вам в поисках? Ну, пока дорога закрыта. Мы этого не узнаем. Уйти? Не прощаемся, Золото. Так. У нас уже все, по идее. Тупик по заданиям. Да, у нас пока осталась одна неизвестная личность. Она наверняка где-то здесь в городе. А, вот. И нужно мы поговорить у нее дома. Задание, по-моему, обновилось. Какую? Кого я? А-а-а! Да! Все, я вспомнила, ребята. У нас остался последний персонаж, с которым мы еще не общались. Это Поппин. Или Пиппин. По-моему, Пиппин. Или Поппин. По-моему, Пиппин. В общем, нам сказали ждать завтрашнего дня. Так что, да. На это первая часть просмотра Палеопайнс демо-версии заканчивается. Спасибо, что были со мной. Это очень классная игрушка. Мне нравятся текстуры, модельки. Мне вообще очень приятно в ней играть. Я обожаю динозавриков. Так что, с нетерпением, буду ждать продолжения с вами. Чтобы уже приучить Трецераптуса и начать разбивать булыжники. Так что, всем пока, удачи вам и до встречи в Палеопайнс.